всем привет мы продолжаем проходить mass effect 3 ну и у нас с вами задание найти турианского примарх собственно этим мы сейчас с вами и займемся джеймс а то ты так тяжело дышишь да воздух что-то разреженный непривычно защитить куда кто что блин я не понимаю а почему мы не можем присесть все присели но ненадолго то есть получается жрецы начали поглашать турианцев что ли вот что я подумал мы с вами не вложили очки характеристик гаруса и это будет большой ошибкой если мы сейчас будем продолжать действовать также поэтому давайте ка возьмем турианский бунтарь бронебойные патроны давайте посмотрим что здесь так по моему где-то здесь должно быть для всего отряда нет вот члены отряда получают ваше умение работать с патронами тогда давайте вот так 1 2 3 умение мы получаем падание в голову бы запас давайте возьмем пробивная сила патронов повышает здоровье усиливает повреждение брони эффективность брони проникающий свой стать вот это возьмем вот и вкачаем у турианского бунтаря повышает урон от оружия повышает здоровье в общем-то все клево здоровье и щиты урон от оружия 40 процент мне здоровье и щиты важнее мне кажется урона при использовании умений при использовании штурмовых винтовок ну винтовки наверное наш выбор так у меня осталось три очка характеристик давайте-ка перегрузку тогда весь возьмем на единичку раз и возьмем ему контактную мину но просто чтобы она была как опция вот вот так нам будет гораздо кошернее и он может патрон уже включить с войне оружие уже заряжена а все то есть у нас сейчас у всех в теории должны быть эти патронами текст ну что по моему все нормально ссоре что вначале могло быть странно я просто поменял наушники и непривычно немножко в новых они еще закрыты и соответственно пришлось одно ухо в итоге открыть потому что иначе я ну как бы немножко в вакууме нахожусь и начинаю орать тоже такой вот вариантик есть эй эй стой ну нравится мне эта миссия то есть главное никуда не надо идти просто тут стоишь закидываешь гадов и они сами на тебя прут особенно если учесть что с патронами нам тоже не надо заморачиваться особо главных оставлять пару штук в обойме и все будет шикарно перестрелять нас хотел сейчас и они через укрытие могут попадать до сучас еще где-то думал мы закончили там что-то было для винтовки мы подобрали в итоге нет я не понял сейчас будем разбираться чем у нас по запасам немножко кредитов собственно говоря вот эти штуки мы отбили дальше нам куда дальше нам генерал карин а он вот там ладно но здесь я больше ничего не вижу то есть видят боги я пытался осмотреться и найти еще что-то но кажется кажется все а почему генерал каринфус там странно но предположим чё нам обратно типа на базу и доложить что я вот не понял возможно да шепард ответь говорите все еще пытаюсь связаться с примархом но у нас проблема на главной баррикаде если жнецы прорвутся нам конец мы идем о главной баррикады мы сможем из пушки пострелять ну-ка а у нее патроны не бесконечные жаль но они зато очень хорошо так саживают а нет смотрите периодически кто-то видимо подзаряжает эту штуку уху ху 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 блин клево практически как мини-игра помните на тучанки с этими да проще пареной репы что старая земная поговорка проще пареной репы А, мы сами можем перезаряжать. Во-о-о. Блин, ну, действительно, как-то... Это больше похоже на мини-игру, чем на серьезное соревнование. Но хотя вот сейчас становится понапряжнее, но все равно мы их держим на довольно-таки внушительном расстоянии. Эй-эй-эй. Так. Привет. А опыт нам за все дадут? У, все? Нет. Кто-то еще. Вот же черт, что за хрень? Крепитесь. Шепард. Шепард нафиг все упало. Вот шепард лучшее время, чтобы пасть найти не мог, да? Ух. Ну и ладно. Неплохо так расстреляли. Так, а поднять Гарусяку? А, все. Шепард, Каринфус на связи. Как там, Примар? Никак не установлю связь. Ладно, отправляюсь пешком. Конец связи. Гарус, мне нужно туда, где ты в последний раз видел Виктуса. Фу. О, у нас новый уровень. Эхе. Пять очков умений. Что мы можем? Давайте выносливость посмотрим, что у нас тут. А, бонус урона в ближнем бою. А дальше? Дальше, правда, будут здоровье и щиты. Но для этого нам надо семь очков. Либо мы можем в тактической броне посмотреть. Тоже фигня. Да что ж такое-то. Что там фигня, что тут фигня. А мы в основном пользуемся деформацией. Она у нас прокачана. Ээ, ладно, давайте подождем следующего раза. Санга. Здесь у нас ничего. И здесь... Давайте дождемся. Специалист по оружию мы вкачаем потом. Агарус. Странно, нам сказали типа возрождайте его. А он вот далеко. Добремся быстро, если проблем не будет. Ну, хотя бы нам дали сохраниться. Мне так гораздо спокойнее. Просто это значит, что в случае с чего переигрывать гораздо меньший кусок. Шепард шел-шел-шел пешком, а потом такой модно съехал. Проклятие взгляни на половину. Большое оранжевое пламя, это место, где я родился. О-о-о-о. Ничего себе. У тебя там родные? Отец и сестра. Очень все плохо. Три миллиона погибло в первый день, пять на следующий. Как ваша армия? Посмотри вокруг. Это даст мне некоторые представления. Вы хорошо деретесь. Пока. Но сколько мы протянем, пока не останется сил. Если бы они только прислушались к твоим предупреждениям о жнецах, мы могли бы быть готовы к этому. Может быть, сложно сказать, как к такому можно приготовиться? Да, ну и вы мне тут говорили, типа, это эпично, ты подожди, тучанки. Не, мне уже сейчас эпично и постоянно ссыкотно еще при этом. Блин, какая же клевая пушка вот эта, а? Э-э, ребятки. Какая же клевая пушка. Блин, как мне вообще по кайфу. Проклятие, ненавижу такие вещи. И Нью-Йорк заполнили мерзкие твари. Не надо было улетать с земли. Плохо сейчас везде. Да просто бесит, что из бои уйти пришлось. Но ты собираешься попросить Виктуса о том же самом. Оставить бой ради болтовни на какой-то встрече. Этот саммит наша единственная надежда. Никому из нас не справится со жнецами в одиночку. Ну, нам снова дали сохраниться. А-а-а. Ух ты, неужто мы нашли? Мы дошли, мы нашли. Солдат, ты в норме? Да, сэр, мы справимся. Ты видел генерала Виктуса? Полчаса назад направлялся на юг. Ясно, удачи. Спасибо. Так, куда нам? На юг. Ну, пошли на юг. Причем, даже не знаю, вот эта вот бойня на стене мне показалась, возможно, даже сложнее, чем... Ну, то есть, то, что они... Ау-ё! Ау-ё! Да вы серьезно сейчас? Это было чуть опаснее, чем мне нравится, да. Ну и дело... Вот то, что я и хотел сказать, но черт, как же им удалось передать вот эту вот масштабность происходящего трендица? Ну, то есть, во второй части мы летали, да, в комфорте Нормандии. Значит, Локо, думаешь, это совещание поможет? Ну, говоря о Заре и Соларианцах. Где Кроган и Батерианцы, где бойцы? Не все так просто. Батерианцы первыми попали под удар жнецов. Их осталось немного. А Кроганы так и не простили нам генофаг. Верно. Батерианцы стерилизовали их. Предложили это Соларианцы. А Кроганы ненавидят за это и тех, и других. Так что они не объединятся с нами. Жаль, я сражался с Кроганами. Это крепкие сукины дети. Хе. Ну. Так. Куда нам? Куда нам? Туда. Пошли. Ребята? Ребята идут. Все хорошо. Прикольно, что они вот так вот какие-то моменты рассказывают. Ну, то есть просто в диалоге это внезапно вышло, и это не чувствуется притянутым за уши. Ну, ладно. Чуть-чуть совсем чувствуется, но не сильно. Плохо дело. Бегом. Никакой жнец не отберет у меня примарха. За тобой. Зачистить лагерь. Да ладно. Да ладно. Да, тут нормальные чуваки такие. А, Шепард. Топа нам попадает. Така. Топа нам там попадает. А давайте им грин кинем, а? Задолбали. О, гораздо лучше. Скорее к лагерю. Уже иду. Сзади. Так, укрытие, укрытие. О, тварю, мы уже сражались. Ну, правда, мы тогда и вот так лучом не фигачили. Ай, перегрел оружие. Вот это я лох. А у меня есть что-нибудь еще? Пистолетик. Отлично. О. Блин, перегрел оружие, я зря. Ну. Их, их, их. Шепард, садись. Давайте подлечим сана всякий пожарный. Здесь, конечно, ну, винтовка. Во, винтовка наконец-то перезагрузилась. Это было неприятно. Ребят, вы как там, шевелитесь? Бейте его всем, что есть. Мы так и делаем. Ну, и так и делаем. Ровным счетом. О, есть, еще один есть. Кто-нибудь еще? У-у-у. Стоп, это новая тварь. Нагнем этих ублюдков. Винтовочка, не подведи меня, родная. Ух, выглядит мрачно. Не просто, ребят, он пришел. Все меняется. Ну, винтовка. Так, тварь зафигачили. Все, или еще сейчас твари выйдут? Ну, тварь, в смысле, не тварь, как враги, а тварь, как вот эта штука. Ты куда? Ну-ка, 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 шепард, там порежь его. О, уф. Ну что, мы можем продвигаться вперед? Ай. Можем, но осторожно. Осторожно. Ты их заморозку можешь взять. Вот что я думал. Шепард. О. Есть. Фак, фак, фак. Сори, тут просто реально очень напряжено все. Очень. Ну что, там свои? Там, кажется, свои. Мы наконец-то дошли, да? Мы дошли до генерала? А, не, просто у нас зачистит лагерь цель. Ну, в общем-то, мы это сделали. Как мне кажется. Фух. Генерал Виктус? Да. Да. Я Шепард, капитан Нормандии. О, капитан, мне известно, кто вы такой. Мне не терпится узнать, что же привело вас сюда. Вакариан, где вы пропадали? На правом фланге крупный жнец. Вы же вроде сказали уберите этого гада от моих бойцов. Весьма признателен. Генерал, вы нужды за пределами этой планеты. Я пришел забрать вас. Чтобы я покинул в бою своих солдат или своих турианских братьев и сестер, должно произойти нечто из ряда вон выходящее. Федориан убит. Вы новый примарх. Вы должны немедленно собрать совет и представлять свой народ в борьбе со жнецами. Я примарх Палавина. Представитель турианской иерархии? Да. Я всю свою жизнь провел в армии. Я не дипломат. Да я ненавижу дипломатов. Почему вы думаете, что вы не подходите? Я не люблю действовать по правилам и вывожу других из себя. Со времен войны за объединение все мои предки были солдатами. Война моя жизнь. Это у меня в крови. Но такая страсть, она обманчива. Заставляет казаться безрассудным, когда это вовсе не так. В опытный военный. В такие времена нам нужны лидеры, прошедшие мясорубку войны. Мне это нравится. Вы правы. И честно говоря, объединить эти террасы может быть не проще, чем воевать со жнецами. Видите разруху, примарх? На земле она вдвое хуже. Мне нужен союз. Мне нужен турианский флот. Дайте мне несколько минут попрощаться с бойцами. Если его не будет здесь, мы скорее всего потеряем этот спутник. А если его не будет там, мы скорее всего потеряем все. Ты посмотри на это. И они ждут от меня совета, как все это прекратить? Неудавшийся офицер СБЦ, борец с преступностью, а теперь я у них за эксперта? Как думаешь, Шепард, ты победишь? Ну, я не знаю, Гарус. Но я буду стараться всеми силами, черт возьми. В принципе, да. Кто если не ты? В общем, как бы то ни было, я с тобой. Добро пожаловать на борт. Вы готовы, примарх Виктус? Одну минуту. Капитан, я понимаю, что вам нужны наши флоты, но кораблей дать не могу. Сейчас горит моя планета. Но если половину станет легче... Не так-то это просто. Нам нужны кроганы. Без них нам не победить. Убедите их помочь нам. И мы поможем вам. Кроганы. Какой интересный получится совет. Азари уже ступали на эту дорогу, капитан Шепард. Госпожа советник, позвольте мне... Я попыталась уладить все с саларианской дела Терресой. Сказать, что она была рассержена, было бы грандиозным преуменьшением. Некоторым ссорам уже несколько сотен лет, пора о них забыть. Увы, любая попытка примирения этих групп обречена на провал. Как вы, несомненно, понимаете, мы не можем тратить время впустую, когда на пороге жнецы. Это мое последнее слово. Простите, но Азари на вашем совещании не появятся. Кроганы сделают наш союз сильнее. Они нужны вам. Они нужны нам всем. Желаю удачи, капитан. До встречи. Капитан, адмирал Хакетт на видеосвязи. Да что ж такое-то? Все они что-то от нас хотят. Нам надо тут спасать... ...весь мир, а им бы только трындеть. Ну, давайте потрындим. Капитан, удалось доставить примарха на ваше совещание? Да, сэр. Но Азари держатся в стороне. Они об этом пожалеют. Пришло время объединяться. Соларианцы будут, правда. Не слышу особого оптимизма. Также нас поддержат Кроганы. Хорошо. Дела у вас будет много, капитан. Вы хотели что-то еще обсудить? Удалось разобраться, как жнецы напали на Землю. Было совсем несложно. Они прошли через ретрансляторы, а атаковали станцию Арктур прежде, чем мы поняли, что вообще происходит. Оттуда оставался один короткий прыжок до Солнечной системы. У Земли где было ни малейшего шанса. Отправить нас к марсианским архивам было правильным решением. Вот только жнецы все равно загнали нас в угол. Я пожертвовал всем вторым флотом, чтобы дать третьему и пятому отступить. Можно сказать, что я командовал во время крупнейшего поражения в человеческой истории. Что нужно для победы, адмирал? Сделать вас острием копья. Я польщен, но ведь Нормандия всего лишь один корабль. Но быстрый корабль. Вы можете нанести удар, отступить, прежде чем враг отреагирует. Да, это преимущество, но достаточно ли его для победы? Важен общий принцип. В открытом бою нам жнецов не победить Шепард. Сражение с пластилином отняло у нас все силы, а ведь это был всего лишь один жнец. Я помню. Значит, надо найти их уязвимое место, уворачиваться от этих ударов, бить их из-под тяжка. А когда берешь брошь в броне, будет найдено, я использую все до последнего солдата, корабля и пули. Сколько мы еще продержимся? Столько, сколько нужно. На самом деле, Шепард, я работаю на вас. Я тяну время, поддерживаю игру, чтобы вы могли собрать все необходимое для портанского устройства. Так что вперед. Дал что-то анализ портанского устройства? Кажется, Ляра права. Это какого-то рода оружие. Очень большое. Больше мы ничего не знаем. Только еще то, что построить его будет чертовски непросто. Думаете, это не опасно строить нечто настолько большое, даже не зная, что оно делает? Если честно, меня эта штука страшно пугает, но из-за жнецов выбора у меня нет. 200 лет назад ученые столкнулись с такой же проблемой. Шла Вторая мировая война, и они не знали, к чему приведет применение атомной бомбы. Некоторые считали, что она может сжечь атмосферу Земли, но бомба все же была создана. Есть новости о Цербере? С ними все по-прежнему не ясно. То, что они напали на марсианский архив, указывает, что интересует их то же, что и нас. Способ победить жнецов. Призрак не предлагал потакать жнецам, как это делал Сарен. А ведь мы могли бы сражаться на одной стороне, особенно сейчас. Цербер никогда не играл по правилам. Я не знаю, каких у них цели, но с интересами человечества они не имеют ничего в обществу. Призрак говорил, что жнецами можно управлять. Он намеревался победить именно так. Он ошибается. Для победы нужно жнецов уничтожить. Это не значит, что он откажется от своих планов. Я читал ваш доклад о солдатах Цербера, найденном на Марсе. Если призрак что и умеет, так это находить новые способы и извратить науку. Это не помогало ему раньше, не поможет и теперь. Это все, сэр. Держи меня в курсе событий. Конец связи. Фуф. Окей. Ммм, Грусяка теперь здесь будет? А, это примар. Ммм, он с нами, да? Катается. Капитан, спасибо за то, что позволили мне использовать ваш корабль и за то, что придерживаетесь планов. Герас сказал, что должен заняться орудийной системой Нормандии. Что-то насчет калибров. Это в духе Гарруса. Мне очень жаль, но советник от Азари к нам не присоединится. Она считает, что у Кроганов слишком мрачное прошлое. Возможно, она права. Но если мы не попробуем, мрачное будущее ждет нас. Можно сказать и так. Чем раньше мы начнем совещание, тем скорее узнаем, что получится. Есть еще что-то, в чем я могу вам помочь? Я понимаю, что это тяжелые времена для вас, примарх, но Земля не справится без подкрепления. Могу ли я по-прежнему рассчитывать на вашу помощь? Если Кроганы помогут нам на половине, то и я обещаю вам помочь. Каково это быть, примарх? Не так, как я представлял. Главное, сражение всех времен разворачивается на половине, а я во многих световых годах оттуда читаю сводки о миллионных потерях. Если мне суждено погибнуть, то лучше рядом со своими солдатами, чтобы не сомневаться, что мы сражались до последнего. Я понимаю. Покинуть Землю, чтобы спасти ее, это было самое сложное решение в моей жизни. Я не удивлен. Гарус очень высоко отзывался о вас. Вы никогда не хотели вести за собой людей, но они погибнут, если вы откажетесь это делать. Мы находимся в сходном положении. Надеюсь, духи дадут нам сил пройти все эти испытания. Ха. Как обстановка на половине? Сообщения о потерях ужасают. Жнецы используют против нас нажатшую тактику вести сокрушительное наступление. Я видел то же самое на Земле. Стратег во мне одобряет их жестокость. Торианис же понимает, что я вижу уничтожение цивилизации с историей в 15 тысяч лет. Моей цивилизации. Спасибо, Примарх. Мы слими я с половином. А я с Землей. Ну, это не было пассивной агрессией и взаимными оскорблениями. Это главное. Окей, что у нас там новое в Горне? Протанские данные. Протанские диски Sudden Prime были найдены за несколько месяцев до обнаружения маяка в 2183 году. На протяжении этих лет данные на них оставались нерасшифрованными, пока чертежи Горна не предоставили ключ к ним. Оказалось, что диски содержали теорию о том, как темную материю можно использовать в центральном источнике энергии Горна. О, Альянс. Что здесь у нас новое? А морской первый флот Альянса, кажется, читали? Нет? Нет? О, поддержка Иден Прайм. Иден Прайм — сельскохозяйственная планета, производящая миллионы тонн продуктов, которые экспортируются на менее плодородные планеты. Альянс наладил линии снабжения, по которым провиант отсюда доставляется его войскам. Обновлено. Некоторые из исследователей, изучавших протеанскую технику на Иден Прайм, избежали пленения Церберам. Они сумели передать копии своих работ Альянсу, надеясь, что это поможет построить протеанское устройство, схемы которого были найдены на Марсе. Обновлено. Несмотря на то, что оборонный комплекс серьезно пострадал после нападения Цербера, правительство Иден Прайм нашло возможность передать Альянсу несколько грузовых кораблей класса Атабаско. Обновлено. Колонисты Иден Прайм сумели прогнать Цербера из своей системы. Торговые пути работают нормально, колония экспортирует столько провизии и снаряжения, сколько может. Прекрасно. Ну что ж, давайте оббежим еще Нормандию, поговорим тут со всеми, с кем только можно. Хотя я чувствую, что... Капитан, Сузя отключилась. Как это отключилось? Не знаю, она не отвечает, а я не могу открыть программу диагностики ядра. Лучше вам скорее спуститься на третью палубу. Ёшкин кот. Капитан, коммуникаторы с ума посходили. Не знаю, что стряслось, но это на третьей палубе. Пошли. Нормально вообще. Что? Куда? Кто? Там тусыч? Там тусыч. Все в порядке? Это мне и хотелось бы узнать. Джокер, что это за звук? Огнетушители, капитан. Может, проводка загорелась или еще что-нибудь? Я иду. Давай, чувак, поливай. Это эта штука, что ли, взорвалась? Сузи, говори со мной. Сузи такая геймерская подсветка, прям. Желаете обсудить какую-то конкретную тему, Шепард? Сузи? Да. Ты сейчас в теле доктора Евы. Не полностью, но уже управляем. Переход не прошел беспроблемно. Переход? Мы тут без света посидеть успели. Правильно. Когда мы занесли этот корпус на борт, я запустила фоновый поиск информации о протеанском устройстве. Это включило систему безопасности, запасный источник питания и процессор, и корпус предпринял попытку физического воздействия. Когда он вошел в систему, я смогла получить к нему полный доступ и переназначить по своему разумению. Он этому воспротивился. Сузи, о таких инцидентах следует извещать нас. Не надо справляться с ними в одиночку. Привлечение команды было бы контрпродуктивно. Все их попытки помочь были бы ограничены временем реакции. А если ты там, ты в корабле или нет? Большая часть меня существует в системах корабля. Лучше всего, если платформа будет оставаться в пределах связи с Нормандией или в зоне действия сигнала. Ты хочешь куда-то отправиться в этом теле? Орудие Нормандии подходит не для всех боевых ситуаций. Эта платформа может оказать вам поддержку в наземном бою. То есть ты сможешь пойти с нами? Правильно. Это тело может сопровождать вас там, куда не пролетит Нормандия. Перед тем, как мы это сделаем, убедись, что это тело не принесет нам новых сюрпризов. Проведи все нужные тесты, после чего мы обсудим применение этого тела в боевых условиях. Секунду. Провожу сканирование. Готово. Могу отправить вам подобный отчет. Но прежде всего я восстановлю функциональность Нормандии, чтобы не причинять неудобств команде. Главное, не удивляйся, если экипаж немного нервно будет смотреть на твое новое тело. Они по нему стреляли. Абсолютно верно. Я покажусь с ним на мостике. Джокер тоже захочет посмотреть. С этим соглашусь. Да, я представляю, как, в принципе, ну, половина народа обосрется, когда она выйдет в этом теле. Так, что, Гарус там занял свою новую позицию? Просто будет ли в этой части вообще улучшения Нормандии какие-то? А если нет, то... Два наших дредноута погибли в первые же часы. Я знаю, Примарк. Все данные передо мной. Не очень хорошее положение. А где я? Откуда я слышу Гаруса? Ну, ты можешь верить Шеперда, если кто-то может получить Кроган, чтобы кооперировать. Ага. Он давно дружит с Сор Дотом Рексом. Будем надеяться, что дружба на этой войне еще не обесценилась. Гарус, как я вижу, времени не теряешь сразу за работу. После того, через что я недавно прошел, калибровка огромного орудия, расслабляющий отдых. Отвлекает от тяжелых мыслей. И нам понадобится не только ради точного прицела. О, я готов. Только без огромных пушек не обойдется. Много пушек. Властелин не сдался без боя. Не думаю, что тысяча его друзей поведет себя иначе. Я все еще не знаю, правильно ли я поступил, покинув половин. На земле я видел мальчика лет шести-семи. Он погиб, когда Нормандия уходила от удара. Я почему-то живу, а он нет. То, что мы оказались правы насчет жнецов, вовсе не ощущается победой, да? Мы знали, что сражение будет тяжелым. Как будто жнецы могли бы нас разочаровать. По крайней мере, правительство прислушалось ко мне или сделало вид. Мне, наконец, дали отряд, видимо, чтобы я заткнулся. Значит, ты теперь старший эксперт? Я следовал твоему примеру, Шепард, и если кричать достаточно гром, как-то он тебе обязательно выглянет, чтобы разобраться, в чем дело. Не то, чтобы им было до этого какое-то дело. Пока не разразил Саат. И тогда тебя сделали главным. Совсем не как раньше, да? Спектр одиночка и агент СБЦ действуют на свой страх и риск без какой-либо поддержки. Теперь нас уважают. Мнится мне, что уважение вызвано большим количеством бессонных ночей. Даже не могу представить, сколько жизни от нас зависит, Гарус. Ну, когда тебе покажется, что все плохо, и я уверен, будет такой момент, просто вспомни. Одному твоему другу-турианцу тоже не весело. Он бы с удовольствием отправился с тобой в бар и посмотрел бы, кто и кого перепьет. Ты хотел еще о чем-то поговорить? Давайте сразу тогда и расспросим его обо всем. Ты говорил, наполовину у тебя родные? Там мой отец. И моя сестра. Ты давно последний раз получал какие-то вести от них? Достаточно давно, чтобы начать волноваться. Уверен, с ними все хорошо. Шепард, один из недостатков того, что стареешь. Банальности стареют вместе с тобой. Скоро все, что у нас останется, это слепая надежда. А я ненавижу слепоту. Я знаю, что ты трезво оцениваешь то, с чем придется столкнуться, Гаррлс. Какие, по-твоему, у нас шансы? Я знаю, что на первый взгляд положение у нас незавидное, но я думаю, Шепард, что мы сможем победить. Первый раз с тех пор, как мы встретились, у нас появились союзники. Я понял это еще когда служил в СБЦ. Неотвратимые и болезненная смерть отлично мотивируют. Вместо того, чтобы ставить под сомнение каждое твое слово, целые цивилизации умоляют тебя их спасти. Ты все еще веришь в это после того, что случилось с Половином? Я не говорил, что не будет потерь. Батарианцев с детства учат этому. Если после войны останется хоть один выживший, значит, сражение того стоило. Но люди стремятся спасти всех. В вашей войне это невозможно. Расскажи мне про свою оперативную группу. После того, что случилось с тобой в пространстве батарианцев, я понял, что время выходит для всех нас. К совету цитадели обращаться не имело смысла, я поступил так, как вряд ли поступил бы в другой ситуации. Я отправился к отцу. Он работал в СБЦ, верно? Насколько я помню, у вас с ним были разногласия. Это было слабо сказано. Но он обладал значительным влиянием на турианское правительство. Примарх, ну, то есть старый Примарх, был нашим другом. Так что я отправился к отцу и выложил все, что мы знали о жнецах. От Сарена до базы коллекционеров. Дай догадаться, он рассмеялся тебе в лицо. Удивительно, но нет. Он просто выслушал меня. Отец помешан на правилах и порядке, но он никогда не позволял политике влиять на его осуждение. Если связь между событиями была, он не отрицал ее. И он увидел то, что мы знали уже давно. Жнецы наступают. Хорошо, что хоть кто-то наконец согласился. Он не просто согласился. Он рассказал Примарху. Мне нравится его стиль. Но Примарх не разделил его уверенность. Отец продолжал настаивать и в итоге вынудил его выделить символические ресурсы. Назовешь их отрядом, и вроде как уже что-то предпринял. И чем вы занимались? Добился всего, что только мог. И еще немного. Укрепили линии связи, увеличили аварийные запасы, в колониях, улучшили протоколы раннего обнаружения. Думаешь, это помогло? Хочется верить, что это выиграло для нашего флота немного времени. Мы узнаем, когда война будет окончена. Подобряешь кандидатуру нового Примарха? Это не имеет значения. Мы идем на войну с той армией, которая у нас есть. Он сдержит слово. Я никогда не слышал, что Виктус лгал. Рискованное решение, отход от намеченной стратегии, да, но предать союзника — не его стиль. Если он попробует, мы просто найдем другого Примарха. Генерал, отдаю честь тебе, Гарус. Как высоко ты находишься в иерархии? Давай не будем об этом говорить. Прославленный герой войны, Примарх Вакариан. Когда все это кончится, кто-то должен будет заново отстроить половину. Да, кто-то, кто не знает, как держать молоток. Точнее, кто знает. Пока это все, Гарус? Хорошо, что ты снова с нами. Я бы ни за что не промилал эту битву. А пока, знаешь, мне кажется, что внизу какие-то нелады. Их нужно устранить в самое ближайшее время. Ну, я, кстати, действительно рад тому, что Гарусяка с нами. Гарус, он отличный, крутой и вообще... А, его ни за что я бы ни на кого, наверное, не променял. Но, может, кроме Ляры, если бы поставили. Ты точно не хочешь зайти и поговорить? Не, в оружейном отсеке тихо и спокойно. Если тут постелить несколько ковров, будет совсем уютно. Ух, Гарус. Я буду в порядке Ляра, просто... Собираю мысли. Ладно. Угу. Улучшение, щиты. А как их купить-то? Нет? Закрыть. У нас есть нет и закрыть. То есть, да, как бы... Совсем нет. Что ты задумала? Просто вспоминаю. В юности я провела несколько недель на южных пиках Поларина. Один турянец там меня поддразнивал, говорил, что горы мне от конца. Я помню, что верила ему. А когда я взглянула на Поларинцева Луны, я увидела, как горят эти горы. Может, тут осмотреться. Так, Ляра нам ничего не скажет. Но есть терминал посредника, но я думаю, в следующий раз. Все в следующий раз. Фух. А пока мы на этом с вами эпизод и закончим. Поэтому спасибо Мишу Лебедеву Тому, Мишу Фомину Зуклике, Андрею Фиолетову Максиму, Ваваеву Константину, Захарову Алексею Смирнову и Эдуарду Бабушкину за то, что продолжают поддерживать канал. Ну и вам всем огромное спасибо за ваше терпение, что вы смотрите эти прохождения. А мы с вами увидимся в следующем эпизоде. А пока на этом все. Всем удачи, счастливо и до скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok